Эпоха сверхскоростных изменений Как будто и не замечает традиции И все же не случайно говорят, что именно общие традиции То, что остается неизменным веками, делают население народом День народного единства отмечается в праздник Казанской иконы Божьей Матери В нынешнем году воскресный, 25-ю неделю после Пятидесятницы И евангельское чтение на праздничной литургии Как будто о дне сегодняшнем Притча о богаче и Лазаре Рассматривающая личность богача Прежде всего в глаза бросается нам с вами Тот грех, что он ввел жизнь свою В роскоши, в богатстве И все это делал на пиршество Однако, братья и сестры Это не самый был его страшный грех Намного хуже было то Что он не замечал Того Лазаря, который сидел В городу его дома И хотел хотя бы населиться крупицами Падающими с его стола Он Забыл Понятие человеколюбия Любовы ближней И вот если так задуматься И так присмотреться А сколько же таких Лазарей Украшет Окружает Каждого из нас Ведь их на самом деле Очень и очень много И каждый из них Нуждается И в добром слове И в поддержке И в помощи И вот если мы Дорогие братья и сестры Будем замечать таких Лазарей Если мы не будем Замыкаться в своем маленьком мире И не будем стараться Делать все для того Чтобы нашу радость Никто не нарушил А будем наоборот Помогать Нашим ближним В меру своих сил В меру своих возможностей Тогда молитвы Наших ближних О нас Подобно фимиаму Вознесут к престолу Всемилостивого Господа Праведный же Лазарь В отличие от Сиборита богача Одевавшегося в порфиру И весон Каждодневно пиршествовавшего И блистательно Время проводившего Совершенно иначе Праведный Лазарь Все переносил Голод Холод Унижение Разные болезни Все с терпением И со смирением И лишь только Возносил Свой взгляд В небеса Ведь жил он Во времена Ветхозаветные И лишь мог только Надеяться Что за его терпение И смирение За его Безроботное несение Скорбей И болезней Правосудный Господь Воздаст ему Стариться Основная мысль Притчи Кажется Совсем Простую Неправильное Употребление Богатства Лишает человека Царствия Небесного А многие ли Из тех Кто имеют Земные сокровища Признают Неправильное Обращение С ними И откажутся От материальных благ А те Кто называет Своё существование Нищенским И жалким Смогут ли Смириться С положением Дел Какую награду Мы получим В будущей жизни За Смирение За терпение За жизнь В Боге И по Боге В то же самое Время При малейших Скорбях При малейших Болезнях Мы начинаем Унывать Отчаиваться И самые страшные Роптать На Бога Мы говорим Господи За что мне Всё это Почему я Почему Со мной Несмотря В каком состоянии Мы находимся В бедности Или в богатстве В здравии Или в болезни Мы всегда Должны В своём сердце В своей душе В своих мыслях Во всём Своём теле Иметь Один призыв И одно Возвание Благодарю Тебя Господи За всё За скорби За радости За здоровья И за болезни За всё Тебя благодарю И вот если мы будем С благодарностью С молитвой И упыванием Вместо Ропота И уныния Нести Наш жизненный Крест За это Получим Великую награду Достигим Царствия Небесного И лазари И богачи Сегодня почитают Царицу небесную Образ Казанской Иконы Божьей Матери Одной из самых Любимых Икон в нашей стране Ею благословляют Православные Жениха с невестой Желаем помощи Божьей Матери Её прикрепляют У изголовья Детских кроваток Призывая защитить И уберечь От всякого зла С нею победоносно Пошли в Москву Народные ополченцы В 17 столетии Сметя прочь Из первопрестольной И из всей земли русской Польских интервентов И положив конец Смутному времени Представив Сан-Царицы небесной Молитвами Сителя Гермогена Воззванием И примером Казьмы Минина И княга Дмитрия Пожарского Верный сыном Нашего Отечества Наше Отечество Наш народ Стал На путь Освобождения На путь Возрождения Который закончился Освобождением Нашей Родины От неприятелей И вот этот пример Напоминает каждому из нас Что именно в единстве Наша сила Против любых врагов Видимых и невидимых Несчесть в России И за ее пределами Храмов В честь Казанской иконы Божьей Матери Самый известный В Северной столице Я сама из Санкт-Петербурга И стараюсь С Божьей помощью Посещать этот праздник И прикладываться К чудотворной иконе А на данный момент Переехала в Симферополь И вот Стала прихожанкой Этого храма Естественно В такой праздник Не смогла не прийти На службу Очень красивый храм И атмосфера На службе Потрясающая Так что Спасибо большое Этому храму Что принял меня тоже Вот этот праздник большой Для всех Петербурженка Наталья Ставшая крымчанкой Провела праздничный Воскресный день Молясь у иконы Именинницы Который раз Объединивший Всех прихожан Горожан И граждан В Свято-Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя Хранится одна из крымских святынь Обновившаяся чудесным образом Икона Божьей Матери Скорбящая По благосостоянию правящего архиереи Митрополита Симферополя Крымского Лазаря Был учреден особый день И особое празднование В честь этой иконы В связи с чем Многие-многие верующие Притекают в Троицкий храм Троицкий монастырь Для поклонения Для почитания Пытаясь переступить Своей скорби Своей жизни И соприкоснуться С той радостью Которую Бог Щедро дает Всякому Вопрошающему И просящему Милости Прощения И спасения Накануне Дня Памяти Иконы всех скорбящих радости Крымская скорбящая Крестным ходом Обошла весь полуостров Есть иконы Покровительницы городов Или целых регионов Когда-то и наш полуостров Осеняла икона Божьей Матери Именуемая Бахчисарайской Мариупольской Одигитрией Панагеей Но в 1778 году Когда греки-христиане Переселялись в Приазовье Икона ушла вместе с ними И долгое время Вплоть до своего исчезновения В годы Великой Отечественной войны Находилась в Мариуполе С самого конца XVIII века В Крыму не было Святыни равной той Которую забрали с собой На новые земли Переселенцы И вот спустя 220 лет Явился образ Почитание которого Мгновенно охватило Всю Крымскую землю Весь род человеческий Все люди Которые прославляют И почитают И чествуют Божью Матерь Они усыновляются ей В 1998 году Феодосия Денисенко Прихожанка Иоанна Притеченской Церкви села Первомайское Кировского района Пожертвовала в храм Икону Божьей Матери Тусклое, темное, слабо Различимое изображение На небольшой доске без оклада Настоятель храма Отец Александр Поставил подаренную икону В алтарь Прошло две недели Наступил праздник Успения Бгородицу Во время праздничной службы Через распахнутые Царские врата Бывшая хозяйка иконы Увидела свой подарок И не узнала его Таким ярким Было изображение Еле дождавшись Конца службы Она поспешила К батюшке С расспросами Где да когда Так хорошо Отреставрировали образ Священник был удивлен Не менее Он не прикасался К иконе Это было Ровно 20 лет назад Даже неискушенному взгляду Было ясно Рука реставратора Иконы не коснулась В некоторых местах Красочный слой Был стерт до основания Кое-где доска Тронута шашелем Но краски сияют Они сочны и ярки Богоматерь одна Без богомладенца Она молитвенно Сложила руки Огромные глаза Ее печальные На лице Нежнейший румянец Живопись безыскусна Даже можно сказать Наивна Но изображение Умилительно Трогательно И проникновенно Икона небольшая На дереве Провинциальной живописи Предположительно Киевской школы Начало 20-го столетия Аналоги этой иконы Неизвестны Четко проступившая Надпись гласит Образ Пресвятой Богородицы Скорбящая И никогда Не ослабевает И не утихает Обращенный к ней Поток просьбы И воздыханий Так как Царица Небесная Является Нашей Небесной Матерью Первой и высшей Ходатаницей Перед Своим Возлюбленным Сыном Господом нашим Иисусом Христом Нашим Неусыпным Предстательством Покровом Всех мира И Ходатаница Всех благ Утешением Прибежищем И Нашим Спасением Радость Всех Скорбящих Комиссия Исследовавшая Чудо В селе Первомайском Единодушно пришла К выводу Икона Обновилась В Симферопольском Свято-Троицком Кафедральном соборе Был отслужен Благодарственный Молебен с Акафистом А вскоре Священный Синод Благословил Церковное почитание Этой иконы И празднование Ей было установлено 24 октября По новому стилю 6 ноября В день Когда чтится Память иконы Всех скорбящих Радости В 1999 году Чудесно Обновившийся Образ Крестным ходом Обошел Из полуостров Став поистине Всекрымской Святыней Во время крестного Хода были случаи Когда икона Мироточила Источая Чудное Благоухание Сейчас Она пребывает В Свято-Троицком Монастыре В Симферополе Для нее Изготовлен Красивый оклад Почитание Обновившейся Иконы Велико Поклонницы К ней Приезжают Издалека Для ее Оклада Жертвуют Драгоценности И сочиняют Они стихи Увидев этот Образ Однажды Его уже Не забудешь И не спутаешь С другим В любой день Можно прикоснуться К чуду Явленному нам К дивной Обновившейся Иконе Божьей Матери Которая Оскорбит О наших Грехах О нашем Грешном мире И молит Господа Простить Нас Субтитры Семкин Субтитры